Отлично, мы вернулись с того места, откуда мы рухнули вниз. Ах, так, теперь... О, боже мой! Всем хай! С вами Йоджина, и сегодня, друзья, мы с вами будем играть в игру Only Up, только вверх. Я недавно наткнулся на неё на просторах Ютьюба и понял, что эта игра отдаёт, так знаете, Getting Over It, той самой прекрасной игрой, в которой мы с вами играли, страдали, орали, плакали и злились. И в этой игре присутствует генетический код. Вот он. Короче, судя по всему, эта игра будет нас бомбить, но в то же время и будет очень сильно радовать каждый раз, когда мы будем побеждать. А побеждать мы, скорее всего, будем мало, поскольку игра заточена. Возможно, я вот столечко, вот столечко геймплея видел всего лишь. Просто я помню, что нужно куда-то вверх ползти вот этим вот чуваком. Какой-то мальчик в каком-то засранном районе. Смотрите, это наши друзья. Братан, куда ты идёшь? Ты сумасшедший, ты умрёшь. Да хотя бы, ладно, иди, мне твоя Сонька достанется. Да, конечно, я выживу обязательно. Нам нужно наверх. У меня такое ощущение, как будто бы это не актёр озвучивал, а просто нейросеть. Смотрите, здесь есть модельки людей. Собака. Просто они какие-то все замерли. Ночной режим скоро. Дверь в никуда. Дверь в ночь. Давайте посмотрим, что мы, в принципе, можем здесь делать. Ой, боже мой, как светло. Так, это перебор. Хорошо, старт здесь. Где конкретно? Вот здесь? По колёсам? По покрышкам? Да, смотрите, мы собираемся. Ха-ха! Я царь горы, я уже выше вас всех. Все, кто надо мной смеялся, кто булил меня, теперь... Да, мы пошли, пошли. Теперь они будут завидовать мне. Я разгонятель ворон. Ааа! Если я падал, мои родители меня ловили. А если я... А сейчас, если я падаю, получается, то никто меня не поймает. Значит ли это, что я уже взрослый? Ну, конечно же, да. Часть взросления это понимание, что ты сам по себе, что только ты можешь себе помочь и сделать... Опа, свинья решила скинуться. Только ты способен изменить свою жизнь к лучшему. Здесь так много всего кажется, и мне нравится, что как будто бы есть несколько способов забраться на ту или иную высоту. Нет? Мы не можем здесь зацепиться? Погодите. Да, мы можем зацепиться. Здесь парочка сид... Ай, стоп, извините. Ой, боже мой! Вот это стрёмно! Это не твоя мать! Девочка, это не твоя мать! Это они нарушенно сделали так крипово? В этой игре есть элемент хоррора. Значит, смотрите, мы можем пойти туда, мы можем пойти в эту сторону. Мы ещё можем даже ускоряться. Интересно, нам пригодится ускорение в будущем? То есть, будут ли какие-то платформы, которые будут ездить быстро? Которые будут требовать какой-нибудь тайминг? Почему музыка заиграла? Вот. Эх! Как всё непринуждённо. Блин, как-то хочется сократить. Как-то хочется быстрее... Ааа! Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Нет! Нет, крыша! Через крышу провалился. Иногда трудно выбрать правильный путь. Ты будешь учиться на ошибках. Ты всегда можешь повторить. Не переживай. Вот есть короткий путь, я знаю. Хе-хе-хе-хе. Вот. С этого момента я упал. Посмотрите, как много всего. Они не замучились всё это моделировать. Такое ощущение, как будто это на скетчфабе скан, я смотрю. Может быть, так и есть? Возможно. Почему бы и нет? Круто. Очень крутой город. На самом деле, я пожил в таком городе. А! Тихо, крутой. Аккуратнее. Тут ещё есть скользкие поверхности, что ли. Если бы здесь сделали механику, как в Death Stranding было, когда можно спотыкаться и так далее, это было бы вообще PPS челлендж. И представьте, если бы был интерактивный мусор, то есть ты должен смотреть, куда ты наступаешь. Потому что он так под ногами валяется. Оу, боже мой. В какой-то момент уже... Страшно делать выбор, когда не знаешь, куда он приведёт. Да, да, страшно. Но, знаете, я скажу так, что у меня в жизни всегда это как будто бы было легче, чем изначально казалось. Короче, почему-то вот я сейчас вспоминаю, что как будто бы все важные решения давались мне очень просто. Я не знаю, почему, может быть, потому что я классный. Может, потому что я всегда очень уверен в себе. Это не так. Если вам хочется совета по жизни. Естественно, нужно думать мозгами и анализировать ситуацию, но иногда нутро подсказывает крутые вещи. И... И просто берёшь, делаешь вид, что ты уверен, что всё хорошо. И... Просто шагаешь вперёд. Есть ситуации, кажется, иногда безвыходными, как мне видится. Это когда ты запланировал что-то, и у тебя не получилось, и всё полетело к чёрту. И как бы в конкретном твоём начинании ситуация может быть безвыходной. Такое, наверное, возможно. И... И то, это не значит, что это конец. Можно просто сделать тактическое отступление. И попробовать снова уже со знанием дела. Стоп. Тут же можно ещё пешком идти. Вот. Как-то так аккуратно. И ещё можно время замедлён. Слушайте, но эту местность уже кажется просто фантазией мальчика. По-моему, мне кажется, что я залез на покрышки в самом низу двора и навернулся с них, ударился головой. И дальше всё уже мой просто трип. Мои предсмертные галлюцинации. Воу. Сторожней. Благо мы всегда цепляемся. А! Всё нормально, нормально, нормально. Слушайте, даже когда мы идём, мы такие скоростные. Найс. Смотрите, там какой-то остров летающий сверху. Интересно, сколько эта игра большая? Ну, пока что она не кажется настолько сложной. За всё можно зацепиться. Всегда можно вернуться. Ладно, вот отсюда будет очень долго возвращаться. Я бы не хотел. Вот только сейчас я понял, что реально, если я отсюда упаду в самый низ, придётся заново идти. И поскольку здесь не так сложно карабкаться, как в Герри Новый Рид, например, было. Кстати говоря, если вы не видели моё прохождение Герри Новый Рид, вам следует его посмотреть прямо сейчас, потому что вы пропустили очень много смешных моментов. Просто прекрасных, очаровательных побежей. Короче, дедушка мой работал здесь вот тут вот 60 лет, а потом он умер. Я, кажется, понял, как дедушка умер. Он же каждый раз, чтобы прийти сюда на работу, должен был скарабкаться. Поэтому, наверное, в один прекрасный день он просто навернулся. А как бабки сюда приходят, бедные? Очевидно, что никак. Их здесь даже нету. Опа, смотрите, летающий саквояж. Здесь не хотелось бы падать не потому, что очень трудно взбираться, а потому что очень муторно. Из-за того, что взбираться очень легко, мне просто не хочется эту муть повторять заново. Поэтому давайте-ка не будем падать. Такой уговор у нас. Ладно, я вижу вот туда нас. Ооо, аж пролагало. Чтобы туда попасть, мне нужно вот на эту лестницу. Точнее, на эти рельсы. Это же рельсы. Мне кажется, я допрыгну. Почему-то кажется, что я допрыгну. Но если нет, то мне хана. Ладно, давайте рискнем, потому что так хотя бы веселее будет. Есть! Вот это я круто сделал. Воу, 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 воу. Блин, надо было время замедлить. Типа так прыжать. В следующий раз так сделаем обязательно. Да! Осторожнее тут. Надеюсь, нет интерактивных элементов, которые там рушатся. Можем просто бежать. Или сейчас внезапно за мной вагонетками поедет. Я вот знаю, что вы сейчас смотрите на меня. И вы только это вы ждете. Вы ждете, пока я оступлюсь. Но разве вам... Как вам живется с собой, а? Вы хотите увидеть мои страдания? Вот это комьюнити я взрастил. Кровожадное. Получается... Сюда? Опа, смотрите, там огромный город. Только сейчас я его увидел. А нам, тем временем, по-моему, вот сюда. Знаете, нормальным детям снится, как они летают во сне. Оп, и ты уже в небе. Но этот мальчик, ему не повезло. Ему снится, как он карабкается очень долго. Боже мой! Это стена из атаки титанов? Ну почти, почти, ладно. Не прямо один в один, но похоже. Да и в целом, я сейчас так смотрю, очень похоже, что такая полузакатная цветовая палитра. И стена, и природа, и город. Ну город, ладно, слишком большой. Кто сказал, что? О! Кто говорит? Он говорит, ты не сможешь это сделать, ты слабак. Пошел ты! Погодите, это ты говоришь? Это слон? Это демотивирующий слон. Перестань пытаться меня демотивировать, слон. Прыжок! Смотрите, я еще ни разу не упал. Один раз внизу, но это было вообще не критично. А может быть мы вообще ни разу не упадем? О, знаете, игра должна выйти, по-моему, через годик она выйдет. Baby Steps называется. От создателя Беннета Фоди, который сделал Gelen Over It. Где нужно будет чувака куда-то тоже тащить через разные препятствия. И управлять каждой его конечностью. Или только двумя конечностями, ногами. Ну короче, идти, и мучиться, и падать, видимо. Ну в общем, все вот это вот, то, что мы так любим. Мне хочется чего-то такого, что вызывает такой же искренний бомбеж, но при этом заслуженный бомбеж, как Gelen Over It. Ты знаешь, что ты можешь винить только себя в своих провалах и больше никого. Это, кстати, моя философия. Если в моей жизни случается провал, я виню в этом себя. То есть даже если ситуация выглядит так, как будто бы, ну это не от меня зависело, я виню себя в том, что я не подготовился к ней чисто морально и физически, чтобы пережить ее легче. Кажется, нам придется рискнуть и прыгнуть. Потому что здесь, ну, сто пудов я не зацеплюсь. Поэтому давайте... Готовы? Нет, 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 кажется, я не допрыгну, кажется, я не допрыгну. Цепляйся, мальчик! Умница. О, кстати, мы можем же от первого лица. Так, что за звуки? Что-то подвижное? Что-то опасное? Вообще, куда ты хочешь, чтобы мы дальше пошли? Вот я вижу. То есть нам нужно обойти здесь. Давайте прыгаем. Что здесь двигается? Мой папа работал... Опять, опять, опять меня демотивирует. Папа работал здесь, и он был бурильщиком, и он, короче, пил. И бил, мать. И я каждый раз надеялся, что он не вернется с работы. Ооо, вот это опасно. Я вижу, я вижу, вижу. И как раз таки вот на этом островке труба, которая мне нужна. Блин! Так, хорошо. Вот здесь надо быть осторожным. Вот это сложно. Ай! Все, начинается жесть. Эть! Ладно. Главное не нервничать. А! Хорошо. А! Умница, Евгений! Теперь сюда. Ой, как уныло идти по этой трубе, но я боюсь бежать. Я слишком осторожный. Ладно, побежали. А-а-а! Тихо-тихо-тихо! Цепляйся ты! Я уже сам себе начинаю нервы щекотать. О, кто-то бургер здесь нарисовал. Прикольный бургер на вид. Блин, а что никто не сделает? А-а-а! Нет! 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 Как так? Я лишний раз прыгнул! Какое дерьмо Евгений сотворил. Нет. Вот оно. Первый раз случилось. Но благо я совсем недалеко упал. Так вот, что я там говорил. Почему никто не сделает забегаловку с бургерами, только токсичные бургеры? Ну, в плане они такие, знаете, нестандартных цветов. Как будто бы с мутагеном. Классно было бы. Мы в ту сторону, кстати, не ходили. Но, по-моему, нам туда не нужно. Или можно? А-а! Ну, что ли, мальчик? А-а-а, кстати, так проще. И мы можем вот здесь по бочкам. А-а-а, не в жопу вас бочки. Да что у тебя? Почему ты такой скользкий? Скользкий маленький мальчик. Сразу звучало. А-а-а, прыжок! Вот такой вот я шустряк. Смотрите, я вот здесь упал. Когда про бургеры говорил. А-а-а-а, не делай лишних движений, когда прыгаешь вперед. Просто прыгни разок. Или сначала просто нужно посчитать, сколько прыжков нам потребуется для того, чтобы преодолеть это препятствие. Так, к нам вот сюда. Музыка такая, будто бы я больше не вернусь никогда на землю. Куски, куски. И мы можем вот так забраться наверх. Если пойдем... Все, у нас другого выбора нет. Ладно, это. Нет, нет, херня! Не прыжок! Все заново. О, только сейчас заметил, что здесь кровать левитирует. И вон еще одна. То есть вообще есть вероятность получается есть какая-то возможность упасть на елки-палки хватит скользить хватит скользить что ты делаешь почему-то соскальзываешь так я вот здесь упал значит получается давайте мы это говно больше не будем делать я веду падать блин 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 так нужно просто начинает подбешивать я же говорю что уныло постоянно забираться почему что-то изменилось как будто раньше мальчик разве не был с левой стороны по кадру сейчас он почему-то с правой реально он стал с правой стороны он был с левой из-за этого неудобства да блин вы еще инвертируйте мне управление ты черт меня торопиться начинаю так что признаете перестаньте торопиться мистер югений все порядке все хорошо вы умеете это делать умеете взбираться на воображаемые препятствия а стой недалеко упал it's ok вот лестница вижу что ли если следующий раз я упаду сверху то нужно приземляться не на поезд а вот сюда вниз гораздо быстрее еще за фигня и так мы здесь мы все никак не можем пройти это чертово место которое но она же реально очень легкая мы чуть дальше прошли какой молодец какой мы мальчик вот перестань ублюдишь ok какого хрена зацепился умница что это был за прыжок прыжок маленького тупого мальчика еще сам тебя буду буллить думал ты избавился от буллинга когда забрался наверх нет я здесь есть гол оп умница вот так и надо своими ручонками надо карабкаться ножками толкаться химиками какого хрена ты толкаешь и когда не надо замедляй время по-моему вылетим очень низко по-моему вылетим очень низко да развернись стоп 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 на рельсы боже мой самый низ беда ой какая беда нас постигла друзья ужас иногда трудно выбрать путь иногда трудно заткнуться заткнись так свинья пожалуйста не говори ни слова окей хотя я честно до последнего верил что будет все окей ведь игра кажется очень легкой 8 грёбаных часов спустя окей мы на станции и мы поднимаемся выше по чемоданам по кейсам от выше 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 давай молодец умница кстати говоря это хороший шанс сделать эту штуку с с красивым пищи прыжком о говно какое цепляйся герри новарет у меня был друг весло каждый раз когда я падал он меня утешал привет весло как дела у меня не очень здесь это свинья судя по всему так мой мой позитивный настрой потихонечку меня покидает я думаю вы видите это по моему лицу позитив позитив оставляем потому что позитив важен важен когда невзгоды внезапно бьют тебя прямо ногой по лицу прям по челюсти надо продолжать улыбаться я просто из-за нервов начинаю падать теперь давай без говна пожалуйста о хорош все можем бежать дальше а я понял как менять камеру кнопка си запоминаете друзья смотрите а вот это что за трубы вы по ним можно взобраться вон туда мальчик любил играть в паровозике он представлял себя одним из них не зря у него изображен какой-то паровозик томас курильщика на спине а не кажется что я могу просто вот отсюда забраться на эту дорогу дать попробуем чем черт не шутит была не было ооо вот погоди погоди присядь присядь мальчик все вот так и надо было надо сокращать чихо ты куда давайте ми не зли меня не зли меня я в плохом настроении если целый день работал обеспечил тебя маленького паршивца чтобы ты вот так вот меня подводил они все смотрят на меня теперь и думают как плохо тебя воспитал пошел ты слом атак вприпрыжку ля-ля-ля-ля няня 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 ня нянь ня а че ты перестань и писит когда он скользить начинает почему у Ты совсем не спайдер-мен, понятно? Еще один повод в тебе разочароваться. А мы вернулись практически туда, откуда упали. А мы молодец, мы молодец. Давай, мальчик. Красава. Теперь просто идем, спокойно идем. Видишь, взрывоопасно написано. Это про мой пукан. Если ты упадешь, ты будешь падать прямо на мою обратную ладонь. Ты даже не успеешь земли коснуться и рахнулись. Отхватишь у меня, понял? Скотина, я что тебе сказал? Да, пролечал между двух железных дорог. О, боже мой. Хатико. Это хатико. Он живой, мать моя. Иди сюда. Как мне? Блин, я так рад, что я упал. Лапа мне дает. Я не знаю, как дать тебе лапу в ответ. Эта случайная находка меня очень порадовала. При том, что я буквально вот неделю назад смотрел хатико. Я плакал. Кто плакал на хатико? Поставьте лайк. Напишите в комментариях. Отлично. Мы вернулись с того места, откуда мы рухнули вниз. Так, теперь просто... О, боже мой. Я думал, все. На секунду я подумал, что это конец. А это только начало. Все в порядке. Смотрите, мы можем попробовать допрыгнуть до этой трубы. Ну, звучит как-то нереалистично. Нет, нет, нет. Давайте лучше вот отсюда. Мне кажется, это более правдоподобно. О, спиной прыгнул. Нифига себе. По-моему, нам вот по этой трубе. По-моему. Пойдем по трубе. Тихо, осторожней, блин. Чертова балка. Что-то не сбило меня. Да, вот здесь платформа. Здесь все как надо. Вот сюда идем. Окей. По-моему, здесь нужно подускориться будет. Окей, хорошо. Осторожней. Тут тряпка. Возможно, она скользкая. О, я не знаю. По правдам можно идти? Нельзя по правдам идти, ублюдство. Сюда. Невелика беда, ведь мы вернулись сюда. Все, не проблема. Мы не такой уж прям большой прогресс потеряли. Кстати, о прогрессе. Хотелось бы его уже. А, вот платформа. Я не увидел ее. Какого фига я на провод полез. Осторожней. Осторожней. Есть. Что за цех? Похрену. Нам плевать на всю эту суету. Мы хотим наверх. О, чуть не упал. Чуть не упал. Так, погрузчик, не подведи. Молодец. Как хорошо идем. Неплохо. 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 Ай, мальчик. Молодчина. Смотрите. Там еще очень высоко. Нам только вот в сторону, походу. В общем, она перечислила все стадии нашей жизни. Это детский сад. Потом школа, работа. Еще что-то и смерть. Ну, это, конечно же, все звучит очень удручающе. Понятное дело. Если так холодно перечислить. Но все эти этапы наполнены столькими прекрасными моментами. Яркими. Это в наших силах. Наполни... Опа! Еще одна отсылка. Да, это отсылка! Джесси, нам нужно варить. Да, бочка! Вот забрались высоко, ребята. Понимаете? Тут, видите, какой антураж-то. Мы, получается, бежим через всякие поезда, заводы и прочее, прочее, прочее. Ползем наверх. Типа, мальчику пофигу. Он просто хочет вот среди всей этой суты бросить все это. И пойти вверх. Выше, выше, выше. Но все, что мы здесь видим, это тоже амбиции других людей. Таких же мальчиков, девочек внутри. Которые просто хотят большего от жизни. И вот мы здесь видим Уолтера с Джесси, которые тоже куда-то наверх забирались. И вот здесь в итоге остались. Вон полицейская машина. Мы бежим через амбиции человеческие. Иногда они приводят к безумным вещам, к ужасным вещам. Иногда к чему-то хорошему. Иногда что-то безумное и ужасное в итоге приводит к чему-то хорошему. Давайте вот отсюда прыгнем, я думаю. Блин, не получится. Ладно, давайте. Оп! Слух. Оооо. Я, мать его, не допрыгну. Есть, я допрыгну. Страшно. Это страшно. Что происходит? И тут мы как будто бы в хоррор уже играем, да? Жуть. Опа! И внезапно что-то позитивное. Все так внезапно изменилось. Круто! Это выглядит как новый этап. А следующий этап будет вот здесь. Когда он выйдет. Он выйдет очень скоро. Я надеюсь. Я постараюсь, друзья. Огромное всем спасибо, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал. Не забывайте про все мои соцсети, про бусти. Не забывайте, он будет внизу. С вами был Юджин. И всем пять!